Немножечко про спонтанный секс, про который говорят мужики, когда ты вот внезапно приезжаешь, там, или ее хватаешь, там, и бум-бам, все случается. Тут сейчас был кусок с матом, я его просто вырезала, чтобы не скушать судьбу. Товарищи мужчины, к коэтусу абсолютно всегда готова только женщина, которая наем зарабатывает. А у всех остальных бывают ежедневные прокладки, небритые ноги, да и просто вспотела баба, подустала. Поэтому, как правило, в реальной жизни, если вы хотите хороший спонтанный секс с бритыми ногами, чистыми половыми органами и так далее, вам нужно просто за часок предупредить. Женщинам и так обычно не очень комфортно в этом процессе, в смысле они не могут целиком расслабиться. А если у нее будет что-то, например, не эпилированное, так она вообще расслабиться не сможет. В некоторых случаях тот самый спонтанный коэнтус и является показателем того, на кого не следует влазить. Современные молодые женщины сейчас непонятно, кем от кого рождены, где живут, как зарабатывают, с кем строят свою жизнь. И как результат мы имеем бездомных, плохо подмытых, сильно потливых, мохнатых женщин с ужасными запахами и с часто всеми используемого влагалища. Если девка рождена от немохнатых родителей и живет у себя дома, а не в съемной на пятерых, таких же, как она, хате, общаге, притоне, где всегда санузел занят. Если у нее есть деньги на покупку трех десятков трусов, и она меняет их несколько раз в день, а не лепит прокладки. Если она занимается сексом для себя, со своим постоянным половым партнером, то бактериальный фон влагалища не устраивает там войны и революции с применением вонючих отравляющих веществ. А если она этим влагалищем делает свою карьеру, да еще и за мозоли, то да, прокладки там бесполезны. Там молочница, халамидии и все такое. Выбирайте чистых, неприезжих баб из нормальных семей. Не тратьте свои нервы и деньги на всяких поберушек бездомных. Вот как-то так.